Идея построить в Самаре полнокупольный планетарий зрела долгие годы. И первый шаг навстречу звездам все-таки был сделан в День космонавтики 12 апреля 2021 года. Тогда губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в закладке первого камня в основании планетария. Сейчас ведется его активное строительство. А в это время студенческое экспертное сообщество делится своим опытом, идеями и видением того, каким должна быть экспозиция планетария. Результатом нашей сегодняшней работы, двухдневной нашей проектной сессии, безусловно, будет являться компоненты, которые лягут в основу формирования концепции, содержательной концепции всего планетария, всех пяти этажей. На базе Центральной городской библиотеки имени Крупской прошел двухдневный семинар, посвященный разработке экспозиции планетария. В первый день в проектной сессии приняли участие представители студенческого сообщества и объединений, занимающихся изучением космоса. Планетарий является якорной функцией, но у нас есть еще пространство, которое будет экспозицией, которое может обрамлять планетарий и, соответственно, раскрывать какие-то смыслы. И в рамках проектного семинара наша задача, с одной стороны, выслушать ребят, с другой стороны, предложить некоторую методику, по которой мы можем это знание из них получить, для того, чтобы потом структурировать, для того, чтобы создавать этот проект. Тема космоса обширна, поэтому было принято решение использовать методику мозгового штурма. Каждый участник написал свои идеи и мысли, касающиеся теоретического и практического наполнения экспозиции планетария. Затем в группах обсуждались и дорабатывались самые интересные предложения. Все идеи проходят во время процесса. Это логично, как студент физической панетики говорю. То есть, самое главное тут не останавливаться на достигнутом и проявлять свои идеи дальше, дальше и дальше. Десятки идей были рассмотрены на втором семинаре, главными участниками которого стали представители экспертного сообщества. Их задачей было оценить опыт других городов и отобрать самые перспективные идеи, разработанные ранее студентами. В качестве почетного эксперта на второй встрече выступила Фаина Рублева, научный директор московского планетария. Она поделилась своим опытом и подсказала, на что следует обратить особое внимание. Тематика планетария подразумевает присутствие в космосе человека. Создать атмосферу такую, чтобы человек, приходя к планетарии, мог ощутить себя совершенно в другой реальности. Можно ощутить себя среди звезд планет, среди каких-то интересных небесных объектов. И тогда его внимание сразу переключается. Эксперты рассчитывают, что самарский планетарий станет местом притяжения для всех. На этой площадке будут представлены разные тематические проекты, разные выставки. Но кроме того, чтобы ознакомиться с звездным небом, я думаю, что это будет еще информационная большая площадка. Тем более, там будет большое выставочное пространство, где будут представлены достижения Самары и самарских предприятий. Значение города Самары в истории освоения космоса невозможно переоценить. На протяжении долгих лет оборонно-промышленные предприятия нашего города наращивали темпы производства, постоянно развиваясь, в том числе и в космической сфере. Это единственный город, в котором осуществляется весь комплекс – проектирование, конструирование и сборка космических аппаратов и самолетов, а также подготовка профессиональных кадров. И, конечно же, в планетарии будет отведено особое место значению Самары в освоении космоса. Александра Гусева, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События.